МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Хочу рассказать о беспределе, творящемся в нашем районе, а именно в Балтасинском районе Татарстан. В нашем районе чиновникам и правоохранителям даны полномочия распоряжаться судьбами людей. Теперь они решают, кому жить в районе, а кому умирать. Селекционерами заделались. Сейчас моя жизнь в опасности, в опасности жизни моих близких и еще многих людей. Не знаю, как в других районах Татарстана, в нашем районе существует черный список, составленный чиновниками района. О том, что он есть, говорят сами чиновники. Ну, например, такой, как руководитель исполкома Шахтиров. Попавшие в этот список люди будут ущемляться в своих правах, будут подвергаться всяческой дискриминации. Ну, как именно это все зависит от настроения чиновников района, возомнившихся богами. Ну, например, я и моя бабушка, попав в этот список, мы лишились права на защиту своей жизни, мы лишились права на получение медицинской помощи. То есть мы практически лишились права на жизнь. Попасть в этот список в нашем районе очень просто. Ну, например, опять же, я и моя бабушка, мы попали в этот список всего лишь попросив прокурора республики наказать одного из чиновников района за хищение государственных средств. Он продал построенный муниципалитетом дом. Дом был построен для моей бабушки, участнику войны. Она нуждалась в жилье, потому что ее деревня, в которой она проживала, вымерла. Так вот он, этот чиновник, продал дом вместе с моей бабушкой. В этом доме проживающей. Подробнее об этом вы можете узнать в описании к видео. Прокурор республики в отношении чиновники, конечно же, ничего не предпринял. Но зато у нас, у меня и моей бабушки, появились симптомы отравления ртутию. Отравление впоследствии подтвердилось. Медицинской помощи нам никакой не оказывалось преднамеренно. Мы очень тяжело перенесли это отравление. Мы были крайне истощены. Участник войны моя бабушка ослеплая и слегла. подробнее об этом в описании к видео. О покушении на участника войны я написал прокуратуру района. Никаких мер не предпринял прокурор района. Я написал прокуратуру республики Татарстан. Татарстан. Опять же тишина. Вот тогда я написал генеральную прокуратуру Российской Федерации. Никакого следствия не проводилось. Но зато у нас появилась жжение во рту. Как оказалось это очередное покушение. Как оказалось это очередной вброс отравляющего вещества в наш дом. Мы тогда об этом конечно не знали. Мы знаем об этом только через 7 лет. В 2011 году мне вновь пришлось отстаивать права участника войны. Об ущемлении прав участника войны я написал заявление прокуратуру района прокуратуру республики. Занятие оказалось бесполезным. Я вновь обратился в генеральную прокуратуру Российской Федерации а также премьеру Российской Федерации и президенту Российской Федерации. Вот тогда похоже властные структуры района получили лицензию на наше убийство. Потому что спустя некоторое время участника войны посещают врачи якобы для планового осмотра. Причем у врачей не было ни халатов, ни оборудования для проведения осмотра. И после их посещения на руке участника войны остаются следы внутривенной инъекции. Это было очередным покушением на участника войны. Вовремя замечены следы внутривенной инъекции спасли участника войны. Об этом подробнее найдете в описании в эпиде. Об очередном покушении на участника войны совершенную врачами-киллерами я сообщил в районную прокуратуру прокуратуру республики генеральную прокуратуру Российской Федерации по полномочию по правам человека Российской Федерации никакого следствия не проводилось. Все оказалось бесполезным. Ну вот так вот мы и продолжали жить, если это так можно назвать. Беспрерывно болели. Я многократно обращался с просьбой о предоставлении медицинской квалифицированной помощи в районную больницу, в республиканскую клиническую больницу, в Министерство здравоохранения республики Татарстан, в Министерство здравоохранения Российской Федерации, в Министерство социальной защиты республики Татарстан. Все оказалось бесполезным. Но зато периодически два-три раза в год появлялось сжение во рту. Это в основном происходило после посещения участкового врача. Затем появлялись головные боли, нуждающие боли лица, головокружения, небольшое течения, обострялись всевозможные болезни, появлялись новые болезни, обострялись старые. Вот так. В ноябре 2017 года у моей бабушки загноился большой палец ноги. Я вызвал участковых врачей. Они назначили лечение на дому. А вот после их ухода вновь появилось лечение во рту. Медицинские работники своим лечением довели гнойную рану до предгангренного состояния. Как это все происходило вы найдете в описании. Вот в январе 2017 года моя бабушка умерла. А если сказать точнее, назвать вещи своими именами, она погибла. О проведении следствия и привлечении к ответственности виновных к смерти моей бабушки я обратился с заявлением в районный отдел полиции. Они это расследование передали в межрайонный следственный комитет. где все это благополучно не заглохло. Я жаловался прокурору также бесполезно. Так что получается? Получается, что сами медицинские работники на протяжении семи лет проверяем подкидывали отравляющие вещества травили нас, а затем имитируя бурную деятельность выписывали лекарственные средства, усугубляющие наше положение. Получается, что на дна места вели эксперимент, проверяли действия лекарственных средств на наши отравленные организмы. Так получается. Как действуют отравляющие вещества, какие есть симптомы, вы узнаете в описании видео. Подробное описание видео с приложенными копией документов вы найдете на Яндекс. диске. Ссылка внизу. Прошу всех, кто посмотрел этот ролик, максимально перепустите его. Пусть как можно больше людей узнают о том, как властная структура Каторстана избавляется от неудобных их людей. Помогите мне, пожалуйста. Помогите мне и моим близким. Иначе их не остановить. Они не успокоятся, пока не уничтожат меня. Спасибо всем. . Спасибо. 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 Продолжение следует...